Хоккейный клуб «Мурман» открыл первую в сезоне череду домашних матчей. На стадионе «Строитель» наши хоккеисты сошлись с Ульяновской «Волгой». Игра выдалась непростой, но зрелищной. О том, с какими результатами наши спортсмены начали серию, о планах, ожиданиях и результатах матча в сюжете нашей съемочной группы. Оп, давай, давай, доминируй, забивай! Единственная в области профессиональная хоккейная команда «Мурман» в своем первом домашнем матче сойдется с Ульяновской «Волгой». На трибунах как никогда много болельщиков, как поклонников «Бэнди», то есть хоккея с мячом, так и зрителей, которые посчитали, по сути, открытие сезона важным событием в спортивной жизни региона. Конечно, важна. Причем поддержка важна болельщиков. Не только финансовая поддержка, но еще болельщиков. На самом деле мы болеем за наших, очень надеемся и желаем им победы. Никогда, значит, даже если есть какие-то проигрыши, никогда не расстраивайтесь, только вперед. Мурман, только вперед! Фанаты «Желто-Черных» дают оптимистичный прогноз. Впрочем, делают это не на эмоциях, а вполне обдуманно. Гости играют неплохо, но явно уступают лидерам турнирные таблицы. Клубом «СКА» «Нефтяник» и «Енисей» шанс на победу есть. Я думаю, что поддержка они будут ощущать и обязательно выиграют. Я думаю, счет будет 3-1 в нашу пользу. А здесь я прихожу, потому что тут мои ребята играют и друзья. Пять игр подряд мы проиграли на выезде. Дома поддержка и родная трибуна. Конечно, мы выиграем счетом 3-1. Поклонник «Бэнди» из столицы Заполярья немного ошибся. Мурман проиграл шесть выездных игр. Но ведь дома должно быть все иначе. К тому же к сезону спонсоры команды, в том числе торговый порт, постарались и обновили стадион «Строитель» – главную тренировочную базу для наших спортсменов. С первого взгляда это незаметно, но внутри отремонтированы раздевалки, душевые и входная группа. Все для того, чтобы комфортно заниматься и оттачивать навыки игры. Плоды хотя бы то, что мы второй год подряд выступаем в Суперлиге. Это очень сложная была задача сделать этот шаг. Мы его сделали. Более того, мы хороших результатов в прошлом году достигли. И в этом году, безусловно, мы хотим войти в десятку. А мы со своей стороны, администрация клуба, будем делать все возможное, чтобы и ребята играли в хороших условиях. Мурман считался настоящей грозой высшей лиги. Несколько сезонов подряд громил соперников порой со счетом в одни ворота. Но болельщики такую игру считали неинтересной, малозрелищной. Матчи были похожи на избиение младенца. По сути, взрослые спортсмены выступали против молодежных сборных, явно слабее и менее опытнее себя. О переходе в Суперлигу тогда говорили сдержанно. Не было финансов. Но в прошлом сезоне деньги нашли, и клуб выступил в дивизионе на ступеньку выше. Но если анализировать прошлый сезон, мы о нем уже говорили, то, конечно, это результаты, которых мы даже, может быть, и не ожидали. Молодцы ребята, они справились. Но всегда следующий шаг, он сложнее предыдущего. Поэтому хочется ребятам пожелать успеха. Я уверен, что они справятся. В этот раз счет открыла команда из Ульяновска. Чуть позже наши сравняли результат. Но под конец первой половины матча хоккеисты Мурмана пропустили. А после перерыва «Волга» вырвалась вперед на еще одну очко. 3-1. А после наши хоккеисты перешли в стремительную атаку и сравняли счет. Я не являюсь таким вот истинным болельщиком, как я с мячом, о чем я и сказал. Но в любом случае, такой замечательный спорт на таком высоком уровне. Как бы ни играла мурманская команда и как бы холодно не было на улице, преданные болельщики, укутавшись в желто-черные шарфики, всегда наблюдают за матчем с трибун. Многие приводят детей и проводят за просмотром время с семьей. Но даже они не выдержали, когда под конец игры соперники забили Мурману, показав счет 4-3. Мне кажется, надо наших детей сразу приучать, смотреть те матчи, которые действительно для Мурманской области очень важны. В итоге матч завершился ничьей 4-4. Счет на последних минутах сравнял Николай Гаврилов. Эта игра принесла ледовой дружине из Мурманска первое очко в общей турнирной таблице. Из 14 команд наши на последней строчке. От лидера чемпионата хоккеистов отделяет 21 балл.